Дорогие друзья, в каждый третий понедельник июня, насколько я знаю, отмечается День мотоциклиста И сегодня у нас в гостях представители лидера мото-клуба «Дикие сибиряки» Александр Шестаков и лидер клуба «Железные ангелы» Николай Воробьев Здравствуйте! Доброе утро! У меня есть сразу несколько вопросов Я часто вижу красивые мотоциклы, ярких людей за рулем этих байков Как человек приходит к тому, чтобы стать байкером? Во-первых, это нужно желание и немножко авантюризма Авантюризм – это прям обязательная такая история? Ну, я думаю, что да, кто на самом деле этой техникой болеет, должен быть в душе немножко авантюристов Ну, а почему не четыре колеса, а почему два? Был у вас автомобиль, когда вы переселили на мотоцикл или сразу же решили, что два колеса – это ваш верный друг? Ну, нет, конечно, вначале был автомобиль, потому что это нормальный транспортный средств К сожалению, в наших климатических условиях круглогодично использовать его невозможно И как есть такая поговорка, что автомобиль возит тело, а байк – душу? Вот как! А вот этого я, кстати, как раз не знал Вопрос к Николаю Насколько тяжело содержать байк и летом, и зимой? Я так понимаю, есть определенные временные рамки по техрегламенту? Зимой – это хранение просто в гараже Содержание летом По расходу топлива он выгоднее, чем автомобиль По расходникам колес в два раза меньше То есть уже переобуться дешевле, если нужно Ну, а так в целом накладная история, если вдруг что-то ломается и выходит из строя? Нет, сейчас все доступно благодаря интернету Покупке любых запчастей из-за рубежа, из других городов России То есть это все быстро сейчас У меня вот еще вопрос касательно вашего внешнего вида У многих байкеров я вижу практически эксклюзивные какие-то куртки с нашивками С определенными там и так далее, и так далее Откуда это берется? Вы это сами делаете, или это где-то приобретается на заказ? Ну, вообще нашивки, они наносят, крепятся на жилетки Жилетка – это, то есть, значение принадлежности какому-то клубу На котором логотип клуба, там, и местонахождение, там, страна, город Все это обозначено Это все делается под заказ, индивидуально А касательно еще каких-то аксессуаров, там, кольца, брутальные какие-то массивные цепи Это тоже какая-то обязательная история? Да почему это? Нет, это по желанию Как бы это вот наши такие атрибуты Давайте посмотрим, что у вас на пальцах Вот что это за кольцо? Это клубное кольцо, как бы, и так же, там, клубная цепочка с логотипом клуба Это все имеет отношение к нашему клубу Вот это лицо, я так понимаю, собирательный образ дикого сибиряка? Да, такой, да, дикий сибирячок в жилетке, там, в меховой шубе, но с голыми ногами Меховая шуба, но голые ноги У меня вопрос к выбору, вот, собственно, техники У нас, как бы, в Сибири, в Красноярске зачастую японские мотоциклы здесь присутствуют А у вас, я смотрю, коренные такие настоящие американцы, о которых я смотрел в детстве И всегда думал, что байкеры именно на таких ездят, а не на японских Почему Харли Дэвидсон? Нет, ну, это предпочтение, там, индивидуальное Каждого человека, кому что нравится, как называется У кого есть возможность купить Поэтому, ну, как, тоже такая поговорка, что любой байкер мечтает о мотоцикле Харли Дэвидса Ну, у некоторых, там, ну, получается, мечту, как бы, осуществить и приобрести такой мотоцикл А давайте о мечте, собственно, сколько, примерно, стоит ее осуществление Если я захочу стать байкером И, примерно, вот, мотоцикл, наверное, поменьше нужно начать Николай, расскажите про свой аппарат и сколько, примерно, стоит такой приобрести, чтобы стать байкером Уже в Красноярске такой, вот, 350 тысяч рублей можно приобрести Но еще нужно не забыть, что нужно для себя приобрести шлем, защитную одежду Это тоже не дешево, если хорошее Ну, вот, сколько стоит, ну, основная часть мотоэкипировки? Хорошая куртка в районе, наверное, 10 тысяч рублей Шлем не меньше 10, опять же, ботинки, ну, хотя бы 5 Вот так вот Штаны тоже около 5 То есть, если вы работаете менеджером среднего звена, то вам нужно взять ипотеку на каску Где-то примерно таким образом это работает А потом еще ипотеку на байк Расскажите о вашем Теперь уже перейдем непосредственно вот к этому огромному, красивому, с плавными линиями Транспортному средству Какие-то технические характеристики, возможно, сколько лошадей, объем, кубатура? Ну, у него объем, там, чуть больше 1,7 литра, там, почти 1,8 Вот, это мотоцикл предназначен для дальних поездок У него есть все необходимое Это кофры, ветрозащита, есть музыка Ну, то есть, печка есть? Нет, печки нет В Голдвин, который самый топовый, у них там вроде подогрев ручек, печка, там, все дела Ну, это дополнительно можно ставить подогрев ручек, конечно, для эксплуатации в более таких суровых условиях Но так как у нас зимой на нем ездить невозможно, поэтому вот это все дополнительно необходимо, можно достать Подогревающие опции просто противоречат названию клуба «Дикие сибиряки» Диким сибирякам не нужен подогрев, они сами кого хочешь подогреют А вы на какие, какое самое длительное расстояние, на которое вы отправлялись на своем железном коне? Ну, ближайшее, это вот Новосибирск, там, порядка, Иркутск, порядка тысячи километров за один день пробега Ну, не считая там заграничных же поездок Ну, за границей мы там свои мотоциклы не возим, берем там фурокат Есть еще один вопрос, который меня тоже беспокоит У меня всегда один и тот же вопрос Вот у различного рода мотоциклистов забрало, опускается для того, чтобы насекомые не попадали в лицо Но они все равно попадают и остаются на стекле И загораживают каким-то образом обзор Как вы с этим справляетесь? Ну, как останавливаемся и протираем Но есть такая еще хорошая поговорка У веселого байкера все зубы в мухах То есть это именно так работает? Ну, конечно, без этого никуда То есть, в принципе, можно сухарики, там, чипсы и прочее такое с собой не брать Просто открывай рот пошире, скорость побольше и подкрепишься на ходу Представь еще раз наших гостей У нас сегодня в гостях лидер мотоклуба «Дикие сибиряки» Александр Шестаков И президент клуба «Железные ангелы» Николай Воробьев Мы вас поздравляем с праздником День мотоциклиста – это действительно большой праздник Особенно для нас, для сибиряков Потому что у нас в силу определенного рода климатических условий Мы не можем себе позволить весь год кататься Я желаю вам самого длинного лета Спасибо Спасибо вам огромное Мы передаем слово студии Спасибо 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 Спасибо